Новый год – это когда готовятся к празднику, наряжают ёлку, подарки дарят. Семейный праздник, который отмечает вся семья. На Новый год приходит Дедушка, Мороз и Снегурочка. Много подарков, звонкие песни. Желаются мечты. Чудо-чудо-чудеса, в зале ёлочка-краса, вся в блёстках, вся в игрушках, со звездой на макушке. Любимый зимний праздник здесь ждут с особым трепетом. Всё окутано атмосферой сказки и волшебства. Предновогодние хлопоты уже позади. Подарки, костюмы и, конечно же, концертная программа готовы. В эти дни воспитанники Медведовского детдома по традиции принимают гостей. Сегодня к ним приехал Александр Ткачёв. Губернатора здесь, кажется, ждали не меньше, чем ждут Деда Мороза в праздничную ночь. Дед достал из сундука с козырьком фуражку, сапоги из тайника удалую шашку. Чуб волнистый причесал, взгляд лихой, горячий. Приоделся и сказал, я на сход казачий. Встречать Новый год здесь будут одной большой дружной семьёй. Она у них есть, уверены воспитанники Медведовского детского дома. И ведь действительно, назвать это место обычным детдомом сложно. Здесь живут больше 40 ребят разных возрастов. У каждого не меньше 10 мам и пап. Вместе они отмечают праздники, учат уроки, пробуют себя в кулинарии и даже шьют костюмы. С каждым творческим ребёнком здесь занимаются отдельно. При детском доме работает филиал Тимошёвской музыкальной школы. Для губернатора воспитанники проводят экскурсию. Хотя он у них в гостях не впервые. Здесь я сплю, а здесь маленький мой друг. А в Тарапе где ты был? Это откуда в Тарапе? Это здесь. Здесь, да? Вместе? В кровати у вас в виде чего сделаны? Как машину, да? Не знаю. Медведовский детский дом – настоящая кузница талантов. 15-летняя Анжелика Кислицына, например, призёр международного вокального конкурса в Болгарии. А Давид Довтян со своим танцем недавно стал лауреатом московского созвездия. Для гостей они устроили новогодний концерт. О-а-о, только вместе мы – большая сила. О-а-о, не росли в водах. О-а-о, рядом ты и я. В роли Деда Мороза сегодня выступил Александр Ткачёв. Подарок воспитанникам детского дома – конструкторы из серии робототехники. Игрушки не только интересные, но и полезные. С таких роботов и начинаются первые шаги в современную науку. Когда смотришь на вас, понимаешь, что наше государство, Россия, наша Кубань, безусловно, станет ещё вместе с вами лучше. Вы очень любознательны. Вы хотите состояться в этой жизни, получить профессию. Я думаю, что условия, которые здесь есть в вашем доме, безусловно, позволяют вам это сделать. И, конечно, особый респект, особое уважение преподавателям. Вы делаете великое дело. И добро, которое сегодня есть в этом зале, в этих глазах, в этих лицах, всё-таки, конечно, исходит из вас. Если бы не вы, если бы не ваше взрослое плечо, душа, сердце, конечно, таких бы, в общем-то, светлых глаз не было бы сегодня. Мне много рассказывали о Медведовском детском доме. Действительно, это лучшее то, что есть у нас в крае. Это лучшее, наверное, то, что есть и в стране. Вы лучше. Вместе с вами радуюсь, вместе с вами счастлив. И ещё раз, ещё раз всех с Новым годом. А для педагогов большим сюрпризом стали награды, которые привёз губернатор. Глава региона вручил сразу несколько медалей за выдающийся вклад в развитие Кубани. Уже после в тёплой атмосфере за чашкой чая говорили о будущем воспитанников. Педагоги рассказали о достижениях выпускников. Кстати, есть среди них и те, кто вернулся в детский дом уже в качестве преподавателей. Что касается главного для детей вопроса будущего – квартирного. Александр Ткачёв заверил. Программа по обеспечению жильём детей-сирот и дальше останется приоритетной для краевых властей. Я думаю, вот уже выйду, отрешусь, и квартира будет. Сейчас последний год принят закон, где нет ограничения по прописке. И у нас тоже могут приехать и жители Москвы, что они в принципе и делают. Мы единственный регион, который так мощно выполняет эти обязательства по обеспечению жилья. Около трёх миллиардов. То есть это 300 квартир. Практически все старшеклассники планируют продолжить своё обучение в вузах Краснодара и Москвы. Для поступления, как говорят сами ребята, у них есть все шансы. Созданы такие условия. У нас достаточно педагогов, тех, которые занимаются творческой деятельностью. И поэтому дети очень много получают, помимо школьной программы. Ни один детский дом. Хотя, слава богу, они сокращаются. Причины понятные и естественные причины. Но вот такая забота. И я вижу по вашим глазам другие ребята. Другая атмосфера. Ещё несколько лет назад и в Медвёдовском детском доме жили больше сотни ребят. Сейчас их всего чуть больше сорока. Правда, сегодня они не в полном составе. У многих исполнилась новогодняя мечта – побывать на Кремлёвской ёлке. Напоследок губернатор пожелал воспитанникам не переставать загадывать желания. Особенно сейчас. Ведь, как говорят, под Новый год, что не пожелается, всё всегда произойдёт. Мария Крошная, Денис Москаленко и Денис Перец. Кубань, 24.